Дни без автомобиля продолжаются Сегодня затестил метробайк Стоит 1,75$ за каждые 30 минут поездки На велосипеде, наверное, месяца 3 не катался Да, а двигаемся мы, соответственно, навстречу с Женей Ножечкиным чтобы обсудить детали предстоящего клипа Вот И И насчет метробайков Вот, на котором я прокатился Я еще не до конца разобрался, где его можно оставлять Поэтому Ну, на всякий случай припарковал его на станции откуда их можно забирать Но что-то мне подсказывает, что, в принципе, их можно оставлять в любой области Вот, но это надо будет изучить Позже я вернусь к вам с инфой уже про эти байки Итак, иду со встречи с Женей словил очень интересный инсайт Точнее, как обычно У меня все инсайты это заново переосмысленная информация которую я раньше уже получал Я много-много раз слышал о том, что Понятно, что в слово успех каждый и каждый из нас закладывает разные значения Но сегодня я прочитал очень интересное понимание этого слова В общем-то, Герман Герман из Ройстата основатель компании Ройстат Он об этом и написал Он размышлял на тему Что такое успех Это такое, ну Такое непонятное слово И у каждого оно имеет свое значение Вот я с ним соглашусь, что успешный человек это в первую очередь счастливый человек Вот, и Поэтому давайте так договоримся что пока что я в слово успех вкладываю именно значение счастливый, да, человек Поэтому В общем-то, какая у меня была информация которую я особо не придавал ей значения Много раз я слышал о том, что успешных людей от обычных людей отличает умение правильно задавать вопросы И В общем-то, в очередной раз на встрече с Женей я понял, что мне поначалу даже как-то было так непривычно, потому что он постоянно-постоянно меня о чем-то спрашивает именно интересуется там чем я занимаюсь делает в нужный момент паузы такие То есть он, допустим, тебя что-то спрашивает Ты ему отвечаешь и он молчит после этого И у тебя создается такое ощущение ну, неловкой паузы Ты думаешь Блин, так интересно Сейчас должен я его о чем-то спросить или продолжить еще рассказывать И зачастую в эти моменты я продолжаю что-то рассказывать по заданному ему вопросу И отвечаю более глубоко То есть, да, начиная какие-то уже внутреннюю, так скажем, кухню То есть, допустим, когда спрашивают меня там про компанию Ну, вот я сейчас ему сказал, что мы с завтрашнего дня запускаем новый проект с зарубежным заказчиком Кстати Небольшой тизер И он спросил, а как ты этот заказ получил? Я коротко ответил После этого проследовала, ну, в общем-то, пауза И я такой думаю Окей, хорошо Надо, наверное, еще чуть-чуть рассказать Еще чуть-чуть рассказал Соответственно Жене, благодаря Ну, назовем его правильно заданному вопросу И Правильно выдержанной паузы Паузе Получил гораздо больше информации от меня Вот И, в общем-то, да На обоих встречах с ним всегда именно так и происходило И Я прям чувствовал, что я ему Очень много, ну, рассказываю Делюсь какими-то планами Хотя Обычно мне это как раз Ну, не свойственно Рассказывать, да О том, что я планирую делать Если я это даже Даже не начал еще делать, да, условно Очень много он спрашивал про группу Так, сейчас автобус пройдем Да, и так Очень много он спрашивал про группу В общем-то, это был всегда его второй вопрос Первый вопрос был про мой бизнес Второй вопрос про группу И Это, пожалуй Ну, наверное, единственный человек Которому я Рассказываю о наших планах О том, что мы хотим снимать Что мы хотим записывать Потому что, ну, никому другому Я об этом не говорю Потому что Ну, сами понимаете Планы планами А то, как это все будет Знает только Вселенная Вот И Короче, да Вот, в общем-то, инсайт такой Учитесь, учитесь Задавать правильные вопросы И Сюда же можно добавить Учитесь слушать собеседника И Учитесь выдерживать паузы Это реально Вот попробуйте Попробуйте Настолько Сразу такое Неловкое ощущение Создаёт У собеседника Что в каких-то Ну, профессиональных Деловых бизнес-переговорах Переговорах Это прямо работает Очень классно Вот Окей Я надеюсь, эта информация Была для вас полезна Сейчас мы двигаемся Сейчас мы двигаемся К Вове Я ему вчера Вместе с машиной Не все документы отдал В общем-то, сейчас Ему их закину Благо он тут живёт Буквально В десяти минутах Ходьбы Что прям Очень круто Вот Возвращаюсь Возвращаюсь В такую Жизнь Жизнь Ходока Без автомобиля Вот Но уже, конечно Задумываюсь Да, что надо Поскорее автомобиль Потому что Почему? Потому что Уже буквально через Сейчас посмотрим Через сколько Вот, кстати, Вова звонит Через пять дней Уже будут съёмки И на них, конечно Желательно На автомобиле уже приехать Ну, просто Чтобы Побольше с утра поспать Ну, и прочее Какие-то вещи В машину кинуть В общем, что вам объяснять Вы сами-то всё понимаете Всё До скорого Итак Небольшой апдейт Сейчас еду Смотреть машину И, как обычно Всё складывается Максимально Естественно И гармонично В чём история Я Где-то Предыдущие Дня три Искал варианты Вроде бы То нашёл вариант Там мне понравился Один вариант Но хозяин Всё никак не мог сказать Когда же машина освободится Потом Ну, короче, ладно Не буду вас грузить В общем Как обычно Всё шло как-то Как-то в натяг Вот И Ну, я такой Думал Блин Да какого хрена Ну, и потом Просто вообще Забил на эту тему Потому что Включил Ту самую Идею О том, что Когда не напрягаешься Всё получается И вчера вечером Мне написал Вова У которого Я арендовал машину И говорит Что у него знакомая Уезжает На четыре недели И В общем-то Сдаёт машину Цена Очень приятная И Соответственно Ну и в целом Это Хонда Сывик Купе Короче Двухдверное Вот И Пока Всё На словах Очень-очень Всё классно Вот Сейчас еду Соответственно Смотреть машину И Никаких Никаких Ожиданий Но В общем-то Вот Вот такой Интересный Вариант А уже Завтра Будет Первый Съёмочный День С Женей Ножичкиным Но Опять-таки Всё время Хочется сказать Что за банда Но Пока не буду Говорить И Соответственно Сегодня Уже прислали Тоже Очень интересно Было Прислали То Что мы Называем Вызывным И КПП Это В общем-то Список Съёмочной Группы И План Съёмочного Дня Завтрашнего С адресами Со всем В общем Со всей Информацией Так что Тоже Было интересно Посмотреть Как это Всё Выглядит Затем Прислали Документы Там Для заполнения Всякие Для уплаты Налогов Соглашения О неразглашении В общем Очень-очень Интересно Так всё Выглядит Ну и видно Что конечно Ну Бригада Опытная Потому что Ну так всё Всё оперативно Всё решается Очень быстро Всегда Все вопросы отвечают В общем Реально круто Вот Ну в общем-то да Я думаю Что уже Не знаю Когда увидимся Но в общем Сейчас иду Смотреть машину А там посмотрим Как 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 я сложу Эту ситуацию А ну да Из апдейтов Та компания Американская По которой С которой мы вместе Планировали делать Проект Для концерта Тоже одного Артиста С ними Короче Они сегодня написали Что они будут делать Всё в реал тайме Вот Ну так решил артист Вот Поэтому Будем думать В позитивном ключе Как минимум Мы к ним съездим Познакомимся Вот А дальше Посмотрим Вот И ещё Из позитивных Значит Моментов Это то Что всё больше И больше артистов Они делают ставку Именно на Живой виджейнг Да То есть Когда Ты не заранее Заготавливаешь контент А по сути дела Во время исполнения Артистом Да Его Ну там Песен Ты делаешь Какие-то клёвые видео И Если раньше Это как выглядело Что Ты готовишь пресеты Ну отдельно Заранее заготовленные Скажем так Лупы И Во время Шоу Их там Произвольно Включаешь То есть Ты как Творец Как художник по свету А ты Всё включаешь Тогда Когда ты хочешь Точнее Ну Художники по свету Тоже бывают разные Бывают те Те которые Ну Как сказать Импровизируют А есть те которые Программируют шоу Вот мы короче Сейчас про импровизацию И всё больше и больше Артистов делают На эту ставку Но Современные технологии Они Дошли до того Что Сейчас есть уже Программы Которые позволяют делать Условно Условно Реалтайм То есть Как нет Всё происходит в реалтайме Но Те эффекты Которые ты Накладываешь На То изображение Которые ты получаешь В реалтайме Они настолько классные Что это всё уже не выглядит Как Реалтайм Графика Да То есть Там Ну Короче На словах Это слишком Не просто Всё объяснить Вот Но В общем-то Если вы видели Концерты Дипешмот Если вы видели Концерты Юту И многих Многих других Масштабных артистов Вы наверняка Видели Что Вы вроде бы Смотрите на Изображение Которое снимает Камера Да Камера снимает Артистов И вы вроде бы Видите их Но артисты Настолько С крутыми эффектами Что они там Рассыпаются на пиксели Что они там Превращаются Их движения Превращаются В каких-то там Условно дело Скелетов В общем Реально очень крутой Такой Экспириенс Получаете И всё это вот Отзывается На движение артиста В общем-то Очень много Я вижу Тенденцию Что все Начинают Двигаться В этом направлении И в общем-то Вот эта Американская компания Не исключение Они активно Это всё дело Развивают А что это значит? Значит Что пора Внедрять это И в России Точнее В России Конечно же Отдельные Такие Скажем Очаги Уже этого всего Есть Но Пора Это внедрять Так же Как Когда-то Мы это Внедрили Для Аматри То есть Я опять-таки Безумно благодарен Ребятам Что это позволило По сути дела Для других банд Просто раскрыть глаза Ну Наше сотрудничество С Аматри То есть После этого Другие банды Сказали Вау А что так Можно было? Типа Давайте тоже так делать Вот И в общем-то И пошла Эта движуха Вот Я сейчас чувствую Что следующий шаг Это именно за Реалтайм Видео За генеративной Графикой И за всем этим Для этого Собственно Мы сейчас активно И изучаем Технологии Подтягиваем Отчасть И готовим Готовим уже Предложения Для российских банд Так что Если меня сейчас Кто-то смотрит Из артистов Не обязательно Да Я не говорю Только про музыкантов Вы можете Театрализованные Представления Оставить И так далее И так далее И так далее Пишите Пишите Расскажу Какие у нас Сейчас есть Разработки Текущие И Обсудим Обсудим Как можно Сделать Ваше шоу Вообще Максимально Интерактивным Вот Так что Велкам Велкам Будем рады Поделиться Своими Знаниями Своим опытом И вместе Решить Какие-то Нестандартные Задачи О которых Потом Будут Рассказывать Вот Да и все Спасибо Что Скоротали Мою Дорогу До метро Оно Буквально Через Пару минут Уже будет Так Ну что Вот я И В той самой Машине Все понравилось Все отлично Даже Наверное Лучше Чем я ожидал Ну Естественно Надо еще Проехаться Все Посмотреть Но Я прям Прям классно Вот В общем-то Так Так в жизни И происходит Что Как только Ты перестаешь Прикладывать Чрезмерные усилия И Точнее Как Не то что Чрезмерные усилия А Когда Ты Перестаешь Формировать Четкое видение Твоего пути Точнее Тоже Опять не так Я вот Как это правильно сказать Короче Когда У тебя Появляется Задача Да Я хочу Мне нужна машина И ты думаешь Ага Я машину найду Тем Что буду На форумах Искать Смотреть И так далее Вот Но С чего ты взял Что это правильный путь Самое То есть И как правило Да В моей жизни Когда я шел Той дорогой Которую Себе простраивал Я всегда доходил До цели Но это реально Были такие Прям Преодоления Куча времени Вложенного И так далее И так далее В то время Как Когда ты Концентрируешься Не на том Как тебе Дойти до цели А концентрируешься На цели И на Так скажем Каких-то вот Как бы Ключевых моментах Что Ну понятно Да Что Что я имею ввиду Что допустим Твоя цель Это найти автомобиль А ключевые моменты Это Заявить миру Что ты Ищешь автомобиль Да То есть Разместить Объявление у себя На странице Знакомым Об этом Рассказать А дальше Уже Как ты Будешь искать Автомобиль Там Не знаю Газеты Смотреть В интернете Гуглить Это уже Как раз Таки Тот путь Который Ты простраиваешь Потому что Тебе кажется Это логично Но во вселенной Все по-другому Работает И поэтому Как только Ты отпускаешь Этот момент Вселенная Дает тебе Возможности Сейчас вечер Я думаю Что обзор На машину Я сделаю Попозже Вот сейчас Надо ехать Уже домой И в общем-то Да Походу Надо заправиться Ну и в общем Первые впечатления Классно Сейчас буду Буду привыкать Девчонка Ездила Поэтому все Чистенько Аккуратненько Вот Огонь Огонь Такие Такие апдейты Двигаемся домой И наверное До встречи Уже завтра Продолжение следует...